Наш товарищ, для кого-то старший, для кого-то младший, сегодня является все-таки лидером в Северокавказском федеральном округе, в нашей вузовской среде. Для нас это, конечно, немаловажно. Это связано с тем, что университет занимает очень серьезные позиции, несмотря на то, что, как вы слышали из фильма, он все-таки не такой большой. Он больше, конечно, по численности советского времени вуза, больше вуза 90-х годов, но он сильно не увеличивается, и мы не стремимся вуз сильно раздувать. Хотя желающих к нам прийти очень много, и мы этому рады. Но я могу к тому, что сказано, добавить о себе, что я рад видеть сегодня своих однокурсников, правда их не так много. У меня тоже два юбилея в этом году. Первый юбилей – это то, что в 1976 году, 45 лет назад, я поступил. Знаменитый ПГПИ и я, как мы говорили, уже тогда интересный вуз, значимый вуз, яркий вуз. И в 1981 году я этот вуз окончил, 40-летие моего выпуска. Мы, конечно, на всех мероприятиях вспоминаем добрым словом нашу историю, наши традиции. И вот и сегодня мы можем с вами сказать, что сегодня юбилей ПГПИ и я, потому что наш вуз стал вузом педагогическим иностранных языков официально в 1961 году. 60 лет вот тому вузу, в котором многие из нас учились. Мы с вами знаем, как это произошло, но я напомню, великий ректор своего времени, которого мы уже не застали, это Рачи Григорий Царинц, второй по счету директор. И первый ректор он был нашего вуза, назначенный в 43-м году после освобождения сразу Пятигорска от немецко-фашистской оккупации, которая здесь была очень тяжелой. И вот то здание, поколение Нокирова историческое, в котором нам тоже многим пришлось учиться, оно было взорвано фашистами и сгорело. И Саринц вот им очень много занимался. Вот Рачи Григорий сделал великий шаг. 77 лет назад, всего лишь через год после того, как он пришел, в августе 1944 года, когда шла такая страшная война, он ввел изучение иностранных языков. И ладно бы немецкого, но и французского, и английского. И вот это предопределило всю нашу с вами судьбу и судьбу нашего вуза. Потому что когда стали очень жестко реструктурировать в конце 50-х годов пединституты, их слишком много тут оказалось на самом юге России, Саринц сумел найти великолепное политическое решение, превратив вуз в инъяс. Но вы знаете, что в конце 50-х годов он сделал еще один вообще необычайный шаг. Он собрал испанцев, проживавших на территории Ставрополья. Это вообще были не учителя, не преподаватели. Это просто были носители языка, дети иммигрантов, выехавших в СССР во время гражданской войны в Испании, из Франка. И он их поставил преподавателями. И в нашей стране появился первый и тогда единственный, причем в той стране, в Советском Союзе, во всем Советском Союзе, факультет испанского языка. И мы с вами застали уже, ну вот мое поколение, мы застали вуз из четырех факультетов. Огромный английский факультет, больше половины всего вуза французский, испанский и немецкий. И так мы с вами жили до 80-го года. Ректор следующего поколения, наш ректор Сергей Андреевич Екменев, которому мы объявляем огромный почет в следующем году. Кстати, Саренцу по-разному, дело в том, что он же был разведчик, у него в разных биографиях записаны даже разные даты рождения. У него там все очень непросто. Но мы считаем, что родился Саренц, скорее всего, в декабре 1906 года. Поэтому в декабре мы в связи со 115-летием Ирача Григорьевича Саренца сделаем тоже какие-то мероприятия. А вот 22-й год уже ученый Совет объявил годом имени Сергея Андреевича Екменева, которому будет 100 лет в следующем году, 3 августа. И мы уже готовимся к этому, потому что надо отдать дань. И вы знаете, что вот этот вот весь комплекс, в котором мы с вами находимся, здесь, кстати, сегодня 7 зданий. Одно построили, как вы видели из фильма, уже мы, где размещается Институт международных отношений и другие тоже наши подразделения. А ведь все остальное вот здесь выстроил Сергей Андреевич Екменев. Все построил он. Он построил 4 общежития из 5. Первое построил Саренц. Он построил столовую. Он построил все вот эти корпуса и связал их переходами. И мы тоже этому отдаем дань. И мы продолжили дело ректоров. И, конечно, Сергей Андреевич на очень высокий уровень, еще более высокий. Поднял Пятигорский инъяс. В 90-е годы при Юрии Степановиче Давыдове, который, к сожалению, из жизни тоже ушел в 2016 году. Не так давно он был ректором, затем президентом нашего университета. ВУЗ развил университетские программы. И поэтому в 95-м году мы и стали Пятигорским государственным лингвистическим университетом. И вот тогда стали появляться и другие направления подготовки, специальности. Мне самому в этом пришлось участвовать в качестве декана, одного из преподавателей, руководителей кафедр. Ну а с 2006 года, конечно, пришлось очень многое сделать. Часть мы сделали от хорошего, потому что хотели развиваться. А часть мы сделали, к сожалению, от плохого, потому что нам развиваться не давали.